Продолжение следует... На оказание специфической помощи. И тем не менее, их боятся как огня. Я имею ввиду рак, онкологические заболевания. Знаете, по этой причине, когда-то написал несколько книг, опубликовал. Вот это вот опубликовалось в издательстве медицины на Украине, в Киеве. Книга на украинском языке. Тут около 200 страниц информации о том, не о том, как лечить. Нет. В книге описано профилактика и ранняя диагностика. Почему это очень важно? Ну, во-первых, профилактика. Знаете, она реальная. Она не эфемерная, она реальная. Если правильно выполнять некоторые действия, вероятность заболеть онкологическими заболеваниями будет сведеноколю. Ранняя диагностика очень важна. Потому что смертность на первой стадии, второй, третьей и четвертой резко отличается. Если на первой смертность всего 5 процентов, то на четвертой 5 процентов выживает. Всего. И тут принципиальное значение имеет диагностика. Ранняя диагностика. Есть факторы, которые показывают, что да, вероятность есть. И показывают даже зоны, где может быть. Знаете, ценность этой книги, скажу немножко больше. Я когда анализировал факторы риска онкологических и кардиологических заболеваний, вы знаете, увидел очень много похожего. Поэтому, если вы приобретете эту книгу, контакты вы видите, и будете хоть что-то делать для своего организма, я вас уверяю, у вас уменьшится риск и заболеть кардиологическими заболеваниями. А если вы уже их имеете, то вам будет проще управлять уже кардиологическими заболеваниями. Вот они номер один. Среди причин смерти во всех развитых странах. И они способны убить любого человека внезапно. Если вы что-то неправильно будете делать. Поэтому, вот освоив вот эту информацию, применяя ее на практике, вы сможете убрать фактически риск первых двух строчек. Ну, если взять Украину, то на 10 месяцев вот этого 2013 года от кардиологических заболеваний умерло 66% населения, от онкологических 14% вместе 80% людей погибло от тех проблем, которые, в принципе, можно предотвратить, используя эту книгу. Используя информацию, которая есть в этой книге. Больше того, я вам скажу больше, в этой книге есть простой тест. Я сложил факторы риска и факторы, которые противодействуют развитию онкологических заболеваний. И прислозуя определенную балльность. И подсчитывая баллы, вы можете легко определить, что у вас преобладает в образе жизни, в системе питания. Факторы, которые приводят к онкологии, или факторы, которые предупреждают онкологию. Вы легко можете увидеть свои ошибки в образе жизни и понять, как их легче всего исправить. Потому что факторов реально много. Что-то вы можете сделать для своего организма, а что-то нет. Поделайте хоть что-нибудь, то, что можно сделать для предотвращения и онкологических, и кардиологических заболеваний. Если вам нужна будет эта книга, пожалуйста, контакты вы видите, вы можете обратиться. В принципе, вы можете приобрести эта книга на украинском языке. У меня ограниченное количество есть похожие книги на русском языке. То есть, язык выбираете вы, ну, а контакты вы видите. Если вам вообще, в принципе, дорого ваше здоровье и ваша жизнь, вы хотите не просто плыть по течению жизни и рисковать, а сознательно управлять своим здоровьем и достичь активной долголетии, только от вашего решения зависит, поступите вы так или будете безрассудно расходовать свое здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...